Мужчина был шокирован, когда его собака ощенила семеро щенков, а наутро среди них оказалось восьмое нечто. Собака породы Ньюфаундленд ощенила восьмого щенка только на следующий день, но он был совсем не похож на остальных. Мужчина жил в деревушке, неподалеку от которой находился лес. Андрей жил один, его любимая девушка вышла замуж по настоянию ее отца за другого мужчину. Андрея, отец девушки, не любил. Так и жил мужчина один до тех пор, пока не решил завести собаку. Думать долго он не стал, его друг посоветовал взять Ньюфаундленда, которого он с радостью отдаст Андрею из-за переезда. Собака хорошая, добрая и ласковая, очень любит детей, заверил Юрий, друг Андрея. Решено, Лаки, так зовут собаку, переехала в новое жилье. Собака поначалу очень скучала по бывшему хозяину, но Андрей так хорошо за ней ухаживал, что она быстро привыкла к новому месту. Дети в округе так и бегали к мужчине, чтобы поиграть с Лаки. Она такая веселая, любит в речке плескаться и играть в догонялки. Лаки часто бегала с ребятами на речку, а однажды на глазах у всех детей вытащила самого младшего, тонущего в реке Мальчугана. Оказалось, ребенок не умел плавать, но ему очень хотелось купаться, как и остальным. С тех пор Лаки стала любимицей всей деревни. Однажды собака пропала, ее искали всей деревни, но не могли найти. Через день она вернулась, а спустя некоторое время, однажды утром, Андрей увидел у Лаки семеро маленьких щенков. После того, как новоиспеченная мама кормила своих крох, она звала Андрея на прогулку, ведь не все же время лежать возле деток. Так в один прекрасный день мужчина с собакой отправились в лес. Они медленно шли по тропинке, но вдруг Андрей оступился и провалился в небольшую яму. «Наверное, это берлога медведя, хорошо, что его не было здесь в этот момент», – подумал Андрей. Но вдруг заметил, что кто-то шевелился в этой яме. Оказалось, это был медвежонок. Он был таким же крошечным, как и щемки Лаки. «Надо спешить домой. Вдруг скоро вернется медведица». Наутро Андрей проснулся и не мог нигде найти Лаки. Куда же она запропастилась? Снова команда из ребятишек начала поиски собаки вместе с ее хозяином. Но опять безрезультатно. Лаки нигде не было и на зов она не откликалась. «Что поделать? Пора возвращаться домой». Андрей подошел к своему дому и увидел, как Лаки кормит щенков. Она сама вернулась, пока ее искали. Но кто это там среди щенков? Андрей присмотрелся. Это был восьмой щенок. Но цвет его совсем не такой, как у других малышей. Да и выглядит он совсем по-другому. Андрей не стал тревожить собаку и ее щенков. Наверное, она сильно устала. На следующий день мужчине стало любопытно, что же это за щенок. Он взял его в руки. Шерсть щенка бурая, хотя Лаки и ее остальные щенки черные. Хвостика почти нет. Да это же тот самый медвежонок из берлоги. Оказалось, что Лаки вернулась за малышом в лес, ведь медведица так и не пришла в берлогу. Так и остался малыш-медвежонок расти со щенками Лаки. А когда он вырастет, то, скорее всего, отправится жить в свою естественную среду.